Сам себе режиссер, постановщик, оператор и монтажер. 11-летний первоуральц Егор Феденёв решил экранизировать исторические события Великой Отечественной войны. Все персонажи и декорации из конструктора. Как собираются мультфильмы, узнавал Виталий Мотин. Смартфон – главный инструмент в руках юного режиссера и оператора Егора Феденёва. Для съёмок очередного мультфильма мальчику, кроме камеры, нужны лишь стол, зелёная штора, конструктор и, конечно, свет. Свет – это важная часть съёмки. Без света не будет видно всю сцену. Сначала Егор просто увлекался лего, собирал из него диорамы сражений, затем решил попробовать оживить картину. Идея пришлась по душе, и он начал снимать мультики. Спустя год на его ютуб-канале 17 роликов. Например, сегодня мальчик снимает третий эпизод самой масштабной работы «Битвы за Сталинград». Это был переломный момент, 42-43 год. Вот немцы планировали занять этот город быстро, но не получилось. В этой экранизации советские войска атакуют позиции немцев. Как рассказывает 11-летний Егор, каждым экранизированным событием проникается до глубины души, потому что любит и чтит военную историю страны. В среднем на съемки одного ролика у Егора уходит около пяти часов. За это время мальчик делает три сотни кадров, каждый раз меняя расположение персонажей, техники и декораций. Итог такой кропотливой работы – 30-40 секундный эпизод. Каждый день Егора расписан по часам. Занятия в школе, робототехника, радиотехника, шахматы и английский. В свободное время – съемки мультиков. За увлечениями Егора всегда пристально наблюдает главный поклонник его творчества – мама. Эльвира Феденева, шутя, рассказывает. Благодаря съемкам узнала, например, как правильно выставить свет или выстроить кадр. И даже принимала участие в создании некоторых роликов. Например, вот он в шортсе снимал про героев войны. Я составляла текст более-менее такой, чтобы он не был академический и совсем детский. Ну, как бы среднее, нечто среднее. А так он все сам делает. Осваивает самостоятельно программы для того, чтобы монтировать эти ролики. То есть звук накладывает, голос. Звуки движущегося танка, взрывов, выстрелов, шагов солдат – неотъемлемая часть создания ролика. И вот спустя несколько минут можно смотреть результат работы. Кроме множества своих увлечений и главного хобби, Егор думает и о будущем. Мальчик мечтает стать военным офицером. Но и сферу IT и творчества оставлять не собирается. Я вижу себя стратегом-аниматором таким вот. Я увлекаю шахматы – это тоже стратегия. Возможно, стану стратегом. И мое увлечение будет снимать мультики. Когда стану лучше снимать, может быть, смогу в какой-то киностудии работать и снимать специально мультики для детей. Даже рисованные там или из пластилина. В планах Егора закончить серию роликов о Сталинградской битве, затем приступить к экранизации битвы за Берлин, а точнее операции «Зиеловские высоты». Для этого мальчик уже заказал конструктор реактивной артиллерийской установки «Катюша». Виталий Монтин, Денис Хромцов. Новости. Первоуральск.